Тут на днях Боррель вновь оскорбил Россию. Это было бы просто смешно, если бы они реально так не думали. Это было бы похоже на троллинг и попытку ущипнуть, если бы большая часть нашего населения не думала точно так же. Поэтому да, это не троллинг. Троллинг это попытка задеть за живое. А смысл задевать за живое, если большинство лишь покивает головой. Ну да, ну экономический карлик, ну да, ну страна бензоколонка, но зато мы еще как бахнем. Процитирую Борреля. Россия является экономическим карликом, напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба, заявил испанской газете поиск глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Собственно, мы почитали высказывания некоторых наших известных журналистов, и все они ответили типа того, что мы сказали выше. И никто из них не указал, что Россия вообще-то обошла Германию по ВВП и на всех парах догоняет Японию. Если Россия экономический карлик, то кто тогда Германия, Франция, Великобритания и уж тем более родина Борреля Испания? Какой эпитет применить? Вот список стран по ВВП-ППС в текущих ценах. Россия находится на пятом месте, далее идет Германия, Индонезия, Бразилия, Франция, Великобритания, Турция, Италия. Ну а то, что Россия не бензоколонка доказала сама же Европа, отказавшись от наших энергоносителей. Россия не рухнула, почему-то. Потому что уже давно для нашей страны экспорт энергоносителей не является определяющим. Это существенная часть нашего дохода, но уже давно не определяющая наше существование. Но смотришь на наше инфропространство и создается ощущение, что большинство по существу с Боррелем согласны и оскорблены не ложью и оговором, а тем, что европейский политик посмел наступить на больную мозоль. Поэтому наш рупор патриотов Владимир Соловьев, например, в своем телеграм-канале, не нашел никаких других вариантов парировать укол, кроме как обвинить его в новом колониализме и назвать кретином. Процитирую. «Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейским политикам, как этот испанский неоколониалист», — подчеркнул телеведущий. Забыл еще пригрозить Посейдону. А надо-то всего лишь указать на реальное экономическое место России в мире. Оно пятое, и это при девятом месте по населению в мире. Очень и очень хорошее место. Точно не место экономического карлика. Но такое чувство, что наши рупоры пропаганды или сами об этом не знают, или стесняются упоминать. А откуда тогда народу об этом знать? Сегодня приведем лишь несколько примеров того, как развивается наша страна и экономика. Все эти события произошли всего лишь за пару недель. И это лишь малые крохи того, что строится и производится в нашей стране. Итак, огромный плавучий завод построен российскими строителями в рекордные сроки. Напомню, что в Мурманской области построили завод ЦСКМС, который производит заводы. Так вот, состоялась церемония отправки готовой первой технологической линии Артик-СПГ-2 к месту будущей установки на месторождении утреннее на полуострове ГДА. Стали известны подробности строительства платформы и ее инфраструктуры, а также ее параметры, не имеющие аналогов в мире. Платформа ОГТ представляет собой огромное железобетонное основание, фундамент высотой около 30 метров и весом около 460 тысяч тонн. Это уникальное сооружение удерживается на морском дне за счет собственного веса и связи нижней части с подводным грунтом. На этой платформе устанавливается сам завод, состоящий из 14 модулей, в которых будут производиться все операции по сжижению газа. Уникальность проекта заключается в плавучих основаниях гравитационного типа. Также ОГТ будет служить резервуарами для хранения СПГ и газового конденсата. В реализации этого крупного проекта принимает участие ТРЕСКОКСОХИММОНТАЖ. Сотрудники КЭХМ за 25 месяцев выполнили работы по проектированию и возведению сооружений комплекса по изготовлению и АКЗ трубных узлов, использующихся при укреплении модулей, а также цех по изготовлению воздухоотводов. Общая площадь застройки, включая подъездные автомобильные дороги, составила около 281 тысячи квадратных метров. Генеральный директор ТРЕСКОКСОХИММОНТАЖ Сергей Фуфаев отметил, что уникальная платформа и сопутствующий комплекс сооружений относится к строительным объектам высшей категории сложности. Сложной была и доставка строительной техники с помощью морского и железнодорожного транспорта. При том, что вес отдельных машин превышал 50 тонн. За время строительства смонтировано 6 650 тонн металлоконструкций, забетонировано более 23 тысяч кубометров, проложено 530 километров кабельной продукции. В пик строительства на площадке было более полутора тысяч специалистов, включая инженеров и строителей Мурманской области. Сейчас начался этап подключения платформы к береговым системам добычи газа и пусконаладки оборудования. Важным преимуществом новой линии является то, что при ее строительстве были применены технологии, позволяющие снизить капитальные затраты и обеспечить быстрый ввод мощностей в работу. Главной фишкой самой производственной базы ЦСКМС является возможность серийного производства таких линий сжижения газа. Уже сейчас почти готова вторая платформа, начались работы по созданию третьей. Примечательно, что завод строят ударными темпами в условиях жесточайших антироссийских санкций, которые запрещают и поставки оборудования СПГ в нашу страну. Когда все три очереди будут готовы, их суммарная мощность составит почти 20 миллионов тонн в год. Ресурсной базой выступает утреннее месторождение, запасы которого составляют 1,4 триллиона кубометров газа. Вот события из другой отрасли. Россельмаш начал производство нового комбайна с отечественным двигателем. Россельмаш развивает свою линейку кормоуборочных комбайнов новой серии F и выводит на рынок новую полностью отечественную машину F1500. В машине используется отечественный дизельный двигатель, разработанный специально для комбайнов EMZ 65804 мощностью 510 л.с. с турбонаддувом с интеркулером. Все основные системы и комплектующие нового комбайна отечественного производства. Пока начато производство опытно-промышленной партии, но первые машины уже отправились в Удмуртию. В животноводческом комплексе востребована высокопроизводительная модель, которая уверенно работает на полях со средней и высокой урожайностью, позволяя закладывать в траншеи свыше 20 000 тонн кормов за сезон. F1500 сочетает в себе мощность комбайнов серии 2000-х и простоту конструкции серии 1000-х. Механические приводы основных рабочих органов надежны и понятны, а двигатель мощностью 510 л.с. обеспечивает производительность комбайна свыше 140 тонн кормов в час. Этот комбайн предназначен для хозяйств, заинтересованных в высокой производительности и качестве кормов и способен в одиночку прокормить свыше 1000 голов КРС. F1500, как и первая машина из 1000-й серии F1300, представляет собой уникальный кормоуборочный комбайн, сочетающий высочайшие качества, резки и дробления, лаконичную простоту конструкции и удобство эксплуатации. Широкий выбор жаток делает этот комбайн по-настоящему универсальным. Он способен заготавливать любые виды кормовых культур. Комбайн F1500 может оснащаться подборщиком с шириной захвата 2,6, 3 или 4 метра, кукурузной жаткой 4, 5, 6 и 7,5 метров, травяной жаткой прямого среза 5-6 метров, жаткой для заготовки карнажа на 8 рядков. На комбайнах F1500 применяется новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в 4 ряда. Моторная установка оснащена редуктором и муфтой сцепления. Редуктор служит для привода насосов ГСТ, гидросистем высокого и низкого давления. Применение муфты позволяет снимать мощность на привод измельчающего аппарата и ускорителя массы напрямую с коленчатого вала двигателя. Усиленная конструкция питания гарантирует надежность узла при работе на любой урожайности. Привод вальцов питателя обеспечивается редуктором разработки Россельмаш. Еще одна новость уже совершенно из другой отрасли. Авиаполк ВТА России пополнил новенький Ил-76МД-90А. Военно-транспортная авиация Министерства обороны России получила новый серийный самолет Ил-76МД-90А. Воздушное судно было изготовлено в филиале ПАО Ил-Авиастар из отечественных комплектующих. Ил-76МД-90А стал второй машиной за год, которую сделали в рамках производственной программы для военных нужд страны. В сравнении с прежней модификацией Ил-76МД новый самолет потребляет на 10% меньше топлива, а дальность его полета с полезной нагрузкой в 52 тонны увеличилась на 5000 километров. Кроме того, Ил-76МД-90А сможет перевозить куда больше наименований военной техники и грузов, чем его предшественник. При создании самолета конструкторы также предусмотрели модернизацию систем радиосвязи и улучшили точность десантирования. Военно-транспортный самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного, транспортировки раненых, обеспечения маневров, авиационных соединений. Сегодня в производстве Авиастара в различной степени готовности находятся еще несколько транспортных самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Предыдущая машина была сдана в начале июня этого года. Еще одна отличная новость уже из другой отрасли, в которой без немцев справились. Новые ласточки уже на испытаниях. Россия мощная индустриальная страна, поэтому у меня не было никаких сомнений в том, что мы сможем производить ласточки и без помощи Германии. Собственно, практически любое сотрудничество нашей страны с другими странами в области производства техники происходит не потому, что мы сами этого сделать не способны, а исключительно для того, чтобы сделать это быстрее, попутно перенимая не только технологии, но и лучшие практики производства. Так просто намного оптимальнее и быстрее, чем все делать с нуля. Но когда все, что нам нужно, получено, иностранная сторона нам больше не нужна. Конечно, было бы подло разрывать сотрудничество на этом основании, но раз они это сделали сами, грех не воспользоваться открывающимися возможностями. К тому же, все это время наши специалисты не только перенимали у немцев их компетенции, но и активно работали на размещение производства различных компонентов России. Многое уже было внедрено в ласточку, что это было высокой степени готовности, поэтому уход немцев не стал ударом, а лишь поставил перед нашими инженерами интересные, но решаемые задачи по быстрой интеграции готовых разработок в новый локализованный поезд. И вот первый реальный результат. Компания РЖД начала испытания двух пассажирских электропоездов «Ласточка» новой модели на полигонах ВНИИ-ЖТ в Щербинке и Белореченске. Здесь эксперты проверят работу тягового привода, систем управления, диагностики, радиосвязи, а также динамические свойства поезда. В общей сложности ученым предстоит оценить порядка 200 различных показателей. Составы были созданы на заводе уральские локомотивы полностью из отечественных комплектующих. После того, как специалисты подтвердят, что они могут безопасно передвигаться по обычным железным дорогам, их отправят кататься между Москвой и Владимиром. В пути сотрудники института проверят, как машина ведет себя на скорости до 160 км в час, сообщает пресс-центр РЖД. Завершить работы планируется в октябре этого года. Вот реально единственная интрига здесь, каким будет новое название нового поезда. Название «Восток» уже, как видим, не упоминается. Впрочем, сразу было понятно, что оно не будет итоговым. В традиции РЖД называть поезда названиями «птиц» и не вижу никаких причин от этой традиции отходить. Может быть, даже оставят название «ласточки», но это не точно. Еще одно важное событие произошло уже в другой отрасли. В Иркутске начали строить круизный лайнер впечатляющих размеров. Он станет самым большим на Байкале. В этой новости прекрасно все. Во-первых, строительство таких больших круизных судов – это само по себе событие важное. В Советском Союзе, напомню, круизные суда не строились. Все они были импортными. Лайнер четырехпалубный. Длина судна составит 87 метров. Высота – 15 метров. А ширина – 14. Скорость судна – до 24 километров в час. Дальность плавания не менее 1600 километров, что позволит ему доходить до самых северных берегов озера Байкал. Численность экипажа – 42 человека. Количество пассажиров составит 144 человека в хаютном варианте и 200 в прогулочном. Во-вторых, это развитие гражданского судоходства и туризма в Сибири и на Байкале. Это очень важно. А раз такие большие суда строят, то спрос точно есть. В-третьих, вы что-нибудь слышали про судостроение в Иркутске? То есть за строительство лайнера взялась местная возрожденная судоверфь. И это очень круто. Для сборки стального корпуса и надстройки пассажирского судна специалистам ВСРП была возведена специальная площадка, способная выдерживать значительные нагрузки. А теперь процитирую саму новость. В Иркутске на судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства состоялась церемония закладки четырехпалубного круизного лайнера, предназначенного для эксплуатации на Байкале. Судно станет первым из двух лайнеров проекта ПВ-8714, разработанного конструкторами компании Airflot Design. Окончание строительства первого судна и начало его навигации намечено на 2026 год. Кстати, на верфи ВСРП продолжается реализация еще одного интересного проекта – строительство двух инновационных судов с динамической разгрузкой подводными крыльями катамаранного типа. Каждый катамаран конструктивно состоит из двух симметричных корпусов, соединенных с помощью моста и расположенной на нем надстройкой, в которой будут находиться пассажиры. Такие суда-катамараны с подводными крыльями еще не строились в нашей стране, и это тоже свидетельство развития гражданского судоходства на Байкале. Ну и еще одно позитивное событие. Пермские роботы начали работать в литейном производстве не хуже иностранных. Литье по выплавляемым моделям – один из способов литья, известный с глубокой древности. Он применяется для изготовления деталей высокой точности и сложной конфигурации, невыполнимых другими методами литья. В технологических процессах данной технологии используется разовая оболочка из керамики, которая формируется вокруг моделей, изготовленных из воска. Формирование оболочек на поверхностях моделей требует внимания и является крайне трудоемким процессом. Пермская компания Роботех, специализирующаяся на создании роботизированных комплексов, автоматизировала формовой участок в литейном цехе крупнейшего машиностроительного предприятия Пермского края. Сотрудники компании отметили, роботизация участка формировки помогла существенно увеличить выпуск годной продукции и облегчить труд рабочих. Благодаря этому предприятие может брать на себя ответственность за выполнение более высоких планов. В общем, как видим, в нашей стране активно развиваются все отрасли промышленности. Благодаря чему мы и стали пятой экономикой в мире по ВВП ППС. В скором будущем перегоним и Японию. Вот так надо отвечать всем этим Жузепм Боррелям. В завершении хочу сказать, что мы создали новый канал про политику «Путин Тудей» вместо удаленного. Приглашаю всех подписаться. Ссылка в описании.